Здравствуйте, Мейранбек. Поздравляю вас с тем, что ваш ученик стал первым чемпионом мира в истории Кыргызстана в греко-римской борьбе. Как ощущение чувствовать себя тренером чемпиона мира? Ну, как в такие моменты обычно тренер как себя ощущает. Действительно, это потрясающее чувство такое, знаете, незабываемое, которое, наверное, всю жизнь пронесешь. Это чувство. И слезы на глазах, и радость. И самое главное, из-за ученика рад. Знаете, через такие... В таком возрасте, вроде, молодой сегодня, он такую травму получил. Очень сложно было. И как бы он к этому очень хотел, шел. Я рад, что у нас так все получилось. Знаете, безмерно рад, что в нашей Кыргызской школе борьбы можем готовить чемпионов мира. Это такое счастье, действительно. Я рад за всех. За нашу школу борьбы, в первую очередь. И самое главное, каждый тренер мечтает достичь такого, как бы сказать, большого результата. Это чемпион мира, это чемпион мира. Это действительно обязывает многому. И самое главное, этот успех, он даст толчок еще больше молодым ребятам. Самое главное, открыли дорогу другим ребятам. Я, честно говоря, очень рад. Очень рад. Ну, в принципе, в истории нашей греко-римской борьбы впервые такое успешное выступление. Также чемпионом мира стал Жаламан Шаршенбеков. И бронзовую медаль завоевал Аман Тур Исмаилов. Действительно, впервые, по-моему, примем участие в Кубке мира. Да, пятое командное место заняли? Да, команда, мы-то не полностью уже ездили. Все же шесть человек участвовало из десяти весовых категорий. Ну, самые достойных повезли. Из них из шести три медали, два седьмых места заняли и команда, пятое. Это очень феноменальный результат, конечно. Феноменальный. И чем я поздравляю всю нашу сборную, всех ребят, всех тренеров, которые приложили к этому усилия. Труд большой. Это с виду кажется так легко. Все там завоевали, радость. На самом деле, за этим стоит большой титанический труд. Очень сколько нервов, переживаний. Действительно, и в такой период, и действительно, поднять флаг. И весь мир признал нашу школу и радуется это. Ну, открытие чемпионата мира было, это сборная Кыргызстана. И по результату, и по, самое главное, по яркой борьбе. Потрясающая борьба была. Действительно, запоминающая, яркая. Тем и греко-римская борьба, тем и отличается, что когда каскад приемов проводят, она очень зрелищная. То есть, я-то говорил одно время, тем греко-римская приемов мало. На самом деле, это не так. Кто правильно понимает, кто действительно знает борьбу, они знают, что греко-римская борьба очень яркий вид спорта. И по-моему, на этом чемпионате мира только Кыргызстан взял два золота из азиатских стран. По-моему, азиаты больше золота не взяли, да? Да. И приятно за азиатский континент, что все-таки больше европейская часть там взяла. Но за азиатский континент очень было, действительно. Ну, могли и иранцы взять, просто глупо, там 67 килограмм, Кирай тоже мог золото взять, чисто по своей ошибке отдал. А так, действительно, из Азии лучше всех выступили мы. Потом Узбекистан, у них две медали, бронза и серебро. У Казахстана всего лишь одна бронза, у Японии одна бронза, у Индии вообще нету, у Кореи тоже нету. Ну, про другие страны не буду говорить, конечно. Даже сборная Ирана два серебра, одна бронза. То есть, результат, феноменальный результат. Еще вот бытует мнение, многие спрашивают, я, конечно, вот с этим мнением не согласен, но многие говорят, что якобы о России и Белоруссии не было, и чемпионат мира как бы неполноценный. Я лично думаю, что, допустим, у Акжола в Вече там был олимпийский чемпион Ким Хону, кореец. Мохаммад Али Гираи был, иранец. Ну, там Айк Мнат Санакян был. Очень сильный же состав был. Тут независимо, была Россия или нет. По-моему, борцов хватает. Мы вот привыкли, знаете, вот Россия, Россия. Да, Россия сильная страна, я не спорю. Действительно, феноменальная страна. Очень сильная у нее, традиции сильные. Но на данный момент, по последним даже олимпийскими играм я посмотрю, Грика Римская немножко хромает у них. Вольная борьба у них действительно феноменальная. В вольной борьбе вообще слов нет у них. Действительно, там яркие звезды, очень много. В Грика Римской борьбе я бы не сказал, что у них сейчас такие потрясающие тоже борцы. Наши не хуже их. Да, в отдельных весах у них, в весовых категориях у них есть. Но я вот озвучил бы 60 и 77 килограмм. Вот что говорить, там весь мир там был. Тот же Немец, чемпион мира, серб, тоже Мнацикян, тоже турок, чемпион Европы, Амаян, чемпион мира, олимпийский чемпион, чемпион Европы, венгер. Ну, то есть все звезды там собрались. И 7-7 килограмм. Я думаю, и Власов, наверное, смотрел. Сам даже действительно восхищался той борьбой, которую показал Ахжел. Это действительно было... А про белорусскую сборную я вообще ничего такого сказать не могу. Они всегда не так не блистали. У них, может быть, там, если цеплялись, в больших весах, там, бывали, может, бронзу возьмут. А так я, по-моему, в России и сборной не говорю, что они там слабые, что они достойные, да, ребята. Но на данном чемпионате я бы не сказал, что без них там чемпионат был тусклый или не очень. Нет, это не так. Чемпионат был очень яркий, очень зрелищный. Прошел на очень высоком уровне. И все, наверное, видели. Это просто... Обычно обсуждают такие ситуации те, которые хотят преподнести с другой стороны. Или ищут какую-то, знаете, чтобы как-то опустить там уровень или еще. Но этот чемпионат был очень такой яркий. По сравнению с прошлым годом он был намного сильней. Потому что в прошлом году все олимпийские призеры, 80% не участвовали. А сейчас участвовали все, полностью все. Но, однако, все ждали, что Акжол в полуфинале встретится с Иранцем, Мохаммад Али Геройя. Получилось, что он с корейцем встретился, с кем-то. Это же спорт, да. Если бы нам брать, например, по, как бы сказать, на данный момент по своим результатам. Герой был полепредпочтительным. Но в последний год он не блистещет результатами такими. Он остановился, да, на каком-то уровне. Борьба не идет. Он более такой. Вот на турнирах он смотрел, не очень там блистал. Здесь он боролся очень тяжело. С Хорватом первую схватку еле-еле, 6-5 выиграл. Ну и вторую, когда корейцем встретил, он вообще не смог. Я думаю, даже если бы Акжол был бы, там проблем не было бы. Акжол был готов. Вообще просто. Я бы не сказал даже супер готов, но он был готов. Теперь какие планы? Кубок мира впереди. Там, видимо, не будут многие участвовать, кто здесь участвует. Нет, Кубок мира 8 команд, оказывается, что будут участвовать. 8 команд, лучшие 8 команд мира. У нас такой нет задачи, чтобы Акжол боролся. Я как тренер считаю, что ему сейчас надо отдохнуть немного. Тем более там немножко есть со здоровьем, немножко там подлечим. Подтянуть, да? Да, да, немного подтянем, подлечим. Немного, чтобы себя восстановился. Как раз до Нового года будем в основном тренироваться только, оздоравливаться. И будущий год очень сложный будет. Чемпионат мира, азиатские игры. Я думаю, туда надо война. Кубок мира, это, я думаю, дать шанс. Это бонус для нашей сборной команды, чтобы мы успешно выступили. И здесь, я считаю, надо дать выступить другим ребятам перспективным. Чтобы они все почувствовали и дать им такой старт очень важный. Это будет правильно. Ну и заключительный вопрос мне, Ромбель. Многих интересует, что же все-таки Акжол показывал после свадки? Что это было? Ну, все, наверное, видели, да, когда финальная свадка закончилась, какие эмоции у нас восполняли. Действительно, это было незабывающее зрелище. Действительно, я каждому тренеру желаю испытать такое чувство, когда себя власть даже не так и не контролирует, от радости, от таких эмоций. Ну, мы, когда Акжол, говорит, было у нас, говорит, есть что, говорит, дадите. Отец как раз был, и мы просто сидели за чаем, пили чай и разговаривали. Он говорит, может, я женюсь, как вы смотрите на это? Я не знаю, говорю, ну, как-то станешь чемпионом мира, я говорю, тогда я тебе дам разрешение. Ну и вот, как бы, Акжол эти слова воспринял серьезно, говорит, вот именно, ну, что, я же выиграл теперь, вот. Ну, это, говорю, дела семейные, это вы должны дома решать, как сейчас, как этому, поэтому, с одной стороны, как бы, шутка была хорошая, как бы, такая интересная, с другой стороны, он эту шутку воспринял очень серьезно и относится к ним, не знаю. Я сказал бы, это решать вам дома, в семейном кругу, как вы решите, так и будет. Может, это один из стимулов еще дополнительных был? Ну, там у них, как-то, старшие братья есть, они еще, говорит, тоже не женаты, и поэтому, если они уступят ему дорогу, вполне возможно, нет, нет, значит, то это меня, говорю, я, как говорю, если обещал, я буду, как говорится, не буду, говорю, хвостом вилять, как она есть, восприму. Вы сами решайте дома, в семейном кругу, как решите, так и будет. И в завершении вот разговора можете тоже пару слов что-то сказать нашим телезрителям? Еще раз здравствуйте, уважаемые любители спорта, мне чего хоть сказать, мы, я очень рад, что мы Агджолам принесли такую радость нашей стране, не только Агджолы, и Джол Аман, и Аман Тур, они действительно боролись потрясающе, действительно, я горд и счастлив, что мы оказались, как бы, участник такого мероприятия, такого грандиозно-масштабного соревнования, и принесли радость своему народу. Ну, в этой победе я бы хотел бы отметить не только, а там, лично нашу работу, это дружная наша команда, и тренеры сборной, Азат Иркембаев, Улдул Карачулоков, мой ученик Арсений Орлеев, мы дружно работали, никогда, как говорится, между нами таких нет тренеров. Но самое главное, чтобы ребят хорошо подготовить, и главное, успешно выступить. Вот эта задача с поддержкой нашего государства, поддержкой нашей федерации, поддержкой спортивного клуба «Дордой», спортивной компанией «Биксер Спорт», мы уверенно шли к этой победе, и мы очень рады, что у нас все получилось. И я знаю, что впереди у нас большие задачи, это Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Каждый спортсмен мечтает о золотой медали, и мы будем приложить все усилия, чтобы порадовать нас, народ, еще раз, и завоевать золотую Олимпийскую медаль для нашей страны, чтобы мы, как говорится, весь наш народ радовался тому, что у нас есть золото. В Токио у нас, как говорится, серебро было, вот мы хотим, чтобы у нас все получилось. Я с вашей поддержкой думаю, у нас должно все получиться. Спасибо за поддержку. Мы всегда чувствовали, что вы в нас верите, всегда поддерживаете. Самое главное, пусть у нас все получится. Спасибо всем. Вот так хотелось поблагодарить вас всех, дорогие друзья. У нас в гостях был заслуженный тренер Кыргызской Республики, личный тренер Акжола Махмудова, Мейрамбек Ахметов. Спасибо, что пришли, Мейрамбек. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»